Команда проекта «Наше время» подготовила обзор главных событий четверга. Здравствуйте! Далее о важном к этому часу. Сегодня, в десятую годовщину кровопролитных боев за Иловайск, Украина чтит память своих защитников и защитниц, павших в войне развязанной России. Памятные мероприятия проходят по всей стране. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, Украина не простит России ни одной уничтоженной жизни и будет бороться с террором Кремля до победы. В августе 2014 года именно в эти дни российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны. Убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не забудет и не оставит безнаказанным. Мы всегда будем помнить каждого и каждую, чьи жизни забрала эта война. И мы не простим России ни одной уничтоженной украинской жизни. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Сегодня забронированные столики в украинских заведениях по всей стране останутся пустыми, как дань памяти от тех, кто погиб, защищая Украину. Акции «Стол памяти» второй год, и она объединила четыре сотни кафе и ресторанов по всей стране. В Луцке и Львове резервные места для погибших защитников полностью сервируют приборами, а также памятной свечой под солнухом и табличкой с именем героя. Эти все открыточки – это все распечатано по всей стране одинаково. Для нас очень важно помнить, что война не закончилась, и мы сейчас работаем, можем принимать наших гостей только благодаря нашим защитникам. Это только для того, чтобы привлечь внимание к тем людям, к их семьям. Возможно, и к тем людям, кто не потерял жизнь, но пострадал от войны. Для души имеет значение. Умер человек, а душа вечная – это в первую очередь. У меня в семье есть военные, это мой дядя, и для меня это важно. Я знаю, какие события переживают военные, как это на них отражается, и как себя чувствуют друзья и семья. Весь народ Украины должен помнить эти даты и с уважением относиться к тем, кто отдал свою жизнь за нашу независимость. Для нас важно, так как если бы не они, мы бы сейчас не могли. Они не были здесь, не отдыхали, не сидели, не думали о своей жизни. Для нас очень важно помнить о них и не забывать, что все-таки они гибнут, и их нужно помнить. Россияне убили пятерых жителей Донецкой области, в том числе ребенка. Еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Там отметили, что захватчики ударили по населенным пунктам региона управляемыми авиабомбами, артиллерией, а также атаковали беспилотниками. Все обстрелы пришлись на жилой сектор. Россияне совершили уже третью за неделю массированную атаку на Украину. Этой ночью запустили по мирным городам 74 дрона «Камикадзе» и три управляемые ракеты, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Лещук. Украинское ПВО сбило 60 беспилотников и две ракеты. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано почти 200 боевых столкновений. Около трети из них прошли на Покровском направлении. Ситуация там по-прежнему сложная. Силы обороны отбили на этом участке 66 атак россиян и более половины из них в районах Гродовки и Новогродовки. Также противник активизировался на Кураховском, Купенском, Торецком, Лиманском, Краматорском и Харьковском участках. На границе с Черниговской областью россияне сохраняют военное присутствие и проводят разведку. Украинские воины активными действиями продолжают истощать боевой потенциал армии РФ, в том числе и на территории Курской области. На Покровском и Кураховском направлениях ситуация очень горячая, но противника может поджидать неожиданность. Это может быть последний активный штурм фюрера в этой войне с такими продвижениями. Покровск никто не собирается сдавать. Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Ганзюка. Общие боевые потери российских оккупантов в Украине уже превысили 612 тысяч человек. Из них 1200 силы обороны ликвидировали за минувшие сутки. Также, по данным Генерального штаба ВСУ, уничтожены еще три российских танка, 18 боевых бронемашин, 27 артиллерийских систем, а также одно средство ПВО. Кроме этого, сбили 21 беспилотник, 3 крылатые ракеты и сожгли десятки единиц другой военной техники российской армии. В Генштабе ВСУ подтвердили, что силы обороны Украины поразили нефтебазу «Атлас» в Ростовской области РФ. Как пишут российские телеграм-каналы, там горели вертикальные резервуары с нефтью. Столб дыма поднялся на несколько километров. Также в штабе сообщили, что были нанесены удары по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежском регионе. Задания выполнены подразделениями сил специальных операций вооруженных сил и Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны. Подробная информация о последствиях поражения уточняется. Силы обороны Украины продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Глава британского правительства Кир Стармер прибыл во Францию в рамках своего первого европейского турне. В Париже его приветствовал президент Эммануэль Макрон. Позже лидеры обсудят ситуацию в Украине, в войну на Ближнем Востоке, а также отношения Великобритании с Европой. Напомню ранее, Кир Стармер уже побывал в Берлине. Там с канцлером Германии Олафом Шольцем он обсудил условия амбициозного соглашения, которое, по словам Стармера, станет частью перезагрузки отношений Великобритании с Европейским Союзом. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Переговоры в Пекине завершают трехдневный визит американского чиновника в КНР. Как сообщает рейтер, Салливан прибыл, чтобы смягчить напряженности между двумя странами. Повестка дня советника президента включает обсуждение вопросов, которые касаются Тайваня, ситуации в Южно-Китайском море и войну, начатую Россией. После визита в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в Вашингтоне. Оба лидера подтвердили поддержку завершения войны в Украине. Как отметил советник Белого дома Джон Кирби, Соединенные Штаты приветствуют каждую страну, которая содействует достижению справедливого мира. Также Байден и Моди обсудили ситуацию в Индотихоокеанском регионе. Подробности в сюжете. Президент США Джо Байден высоко оценил первый визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Польшу и Украину за десятилетия, говорится в заявлении на сайте Белого дома. В ходе беседы Джо Байден выразил надежду, что индийский премьер принял точку зрения Киева в отношении российского вторжения. Как пояснил советник Белого дома Джон Кирби, Джо Байден и Нарендра Моди говорили о перспективах продвижения справедливого мира для Украины в соответствии с планом президента Владимира Зеленского. США приветствуют любую страну, которая готова приобщиться к этой дискуссии. Я не буду говорить об Индии и о том, подпишутся они или нет. Это должен обсуждать премьер-министр Моди и его команда. Но мы, безусловно, приветствуем каждую страну, которая готова оказать помощь и начать этот разговор. Подписав справедливое мирное предложение президента Зеленского и выслушав его точку зрения. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Из заявления на сайте Белого дома. 23 августа, в день государственного флага Украины, премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетил Украину. В ходе визита он призвал Киев и Москву провести мирные переговоры. А также отметил, что Нью-Дели окажет украинской стороне ощутимую гуманитарную помощь. Во время встречи с индийскими СМИ Владимир Зеленский подчеркнул, что Индия может играть ключевую роль в дипломатическом влиянии на Кремль. Например, может принять второй мирный саммит, который планируют провести в одной из стран глобального юга. По словам президента Украины, этой идеей он поделился с Моди. Однако проблема в том, что Нью-Дели пока не подписал итоговое заявление участников предыдущей встречи в Швейцарии. Я действительно считаю, что второй саммит мира должен пройти в одной из стран глобального юга. Я абсолютно поддерживаю намерения и поделился этим с премьер-министром Моди. Провести глобальный саммит мира в Индии – это великая страна. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, а любого государства, которое положительно относится к принятию второго саммита. Украина не сможет провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к комьюнике саммита мира. Украина и Индия договорились укрепить оборонное сотрудничество. Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и Индии на сайте Офиса президента. В частности, Киев и Нью-Дели договорились провести в ближайшее время второе заседание совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству в Индии. Кроме того, Моди пригласил Зеленского посетить Индию. Президент Зеленский им намекнул на то, что, мол, давайте останавливайтесь, по крайней мере, не активизируйте экономическое сотрудничество. И США очень мощно оказывает давление на Индию, потому что она имеет экономическое влияние. И я вижу, что это влияние имеет значение. И Моди движется в направлении отстаивания территориальной целостности Украины. Это он подтвердил и во время встречи с Зеленским. В Нью-Дели неоднократно заявляли, что выступают за достижение мира в Украине дипломатическим путем. При этом Индия не присоединилась к антироссийским санкциям США. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Индия стала одним из главных импортеров российской нефти. Как пишет агентство Reuters, в июле Индия вышла на первое место, которое ранее занимал Китай по импорту нефти из России. В интервью индийским СМИ президент Украины Владимир Зеленский призвал Нью-Дели снизить импорт российской нефти. По его словам, Индия имеет влияние на российскую экономику, поскольку сейчас закрыты многие экспортные возможности для России. Министры обороны и иностранных дел европейских стран встречаются в Брюсселе, чтобы в том числе обсудить текущую ситуацию на фронте в Украине. Как сообщает Европейская служба по внешним делам, министры также обсуждают и поставки западной военной техники, а еще учебные миссии ЕС для подготовки ВСУ и использования докходов от российских замороженных активов на закупку военной помощи для Украины. В Брюсселе сейчас находится специальный корреспондент Freedom в Европе Виталий Сизов. Коллега, добрый день. Расскажи, пожалуйста, подробности сегодняшней встречи министров. Да, сегодня фактически начинается новый политический сезон в Брюсселе. Это первое масштабное мероприятие, когда после длительного летнего перерыва министры иностранных дел, стран-членов Европейского Союза собрались для того, чтобы обсудить актуальные вызовы. И тема Украины, она главная и первая, с чего начинается новый сезон политический. Еврочиновники признают, что операция украинской армии в Курской области России значительно пошатнула российские политические позиции. Главной темой нашей встречи будет Украина. Мы обсудим дальнейшую военную поддержку и дипломатические шаги, которые помогут завершить войну, а также снятие ограничений на использование оружия, переданного Украине. Я убежден, что в соответствии с международными правилами ограничения относительно нанесения ударов по военным целям в России должны быть сняты. Украинцы должны иметь право стрелять по тем местам, откуда Россия бомбит Украину. Украина просит об этом, и сегодня будет важный момент в рассмотрении этого вопроса. Жозеп Боррель подчеркнул, что несколько дней назад Россия предприняла массированную воздушную атаку против Украины, использовав более 200 ракет и дронов. Всего же, по его информации, с начала полномасштабного российского вторжения, российская армия выпустила по Украине 14 тысяч дронов и почти 10 тысяч ракет. И, естественно, в такой ситуации вооруженные силы Украины должны иметь полное право атаковать военные цели на территории России всеми доступными видами вооружений. И союзники подчеркивают, что Украина зарекомендовала себя как надежный партнер, который использует полученное вооружение добросовестно, соблюдая все нормы международного гуманитарного права. А это важно, это плюс в борьбе за предоставление права поражать цели на территории Российской Федерации. И хороший пример этого соблюдения гуманитарного права – это операция в Курской области России, которую союзники также поддерживают и в которой украинская армия показывает высокий профессионализм. Украинское право на самооборону, которое предусмотрено уставом ООН, включает право наносить удары по военным объектам на территории России. И украинские военные были очень-очень осторожны. Они не делают того, что делают россияне на украинской территории. Поэтому мы считаем, что эта операция также подпадает под право на самооборону. Именно то, что украинская армия не ведет себя как российская армия, а делает максимально все возможное для того, чтобы сохранить гражданскую инфраструктуру и жизни гражданских людей – это важный аргумент в борьбе за право использовать западные вооружения, так как Украина считает нужным. И навстречу прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Именно с этой миссией он рассказал о ситуации в Украине и убеждал союзников отменить ограничения на использование дальнобойного оружия. Кулеба заявил, что успехи Украины, которые признают союзники, в том числе и в Курской области, могли бы быть еще более впечатляющими, если бы Украина своевременно получала обещанное вооружение, в том числе и системы противовоздушной обороны «Патриот». Он подчеркнул, что для дальнейших успешных операций в СССР необходимы смелые и решительные действия союзников. Мы доказали еще раз, вопреки всем сложностям, вопреки всем, кто говорил, что сложилась патовая ситуация на фронте, Украина может победить в развязанной Россией войне. И как пример, успешная операция ВСУ в Курской области. Поэтому союзникам нужно пересмотреть свою стратегию относительно дальнейшей помощи. Призываю все страны, которые пообещали «Патриот» месяцы назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы. Не хватает только финального зеленого света. Какими бы ни были причины, пора это сделать. Успех Украины напрямую зависит от готовности партнеров принимать смелые решения. Украинский министр выступил на заседании, а также провел короткую встречу со своей немецкой коллегой Анной Леной Бербок. Напомним, что Германия обязалась поставить в Украину 4 системы IRST, системы противовоздушной обороны, до конца этого года. И сегодня министр иностранных дел Германии подтвердила это обязательство. Эта встреча неформальная, поэтому у нее нет никаких официальных итогов. Но участники используют это для того, чтобы в неформальной, в свободной обстановке обговорить открыто все проблемы. А также вот конкретно эту встречу использовали для того, чтобы и наказать Венгрию за ее такую неоднозначную позицию в вопросе российской агрессии против Украины. Эта встреча должна была, так как она неформальная, пройти в Будапеште. Но представители европейской дипломатии, министр иностранных дел и глава европейской дипломатии Жизеп Боррель, они сделали такой символический шаг и перенесли эту встречу в Брюссель, как знак того, что они не согласны с тем, как ведет себя Венгрия во внешней политике. Завтра здесь соберутся уже министры обороны для того, чтобы на более профессиональном, конкретном уровне обсудить пути предоставления военной помощи Украине и увеличения ее. Будем следить и сообщать вам о всех обновлениях. Студия. Спасибо, Виталий, за подробную информацию. Специальный корреспондент Freedom в Европе Виталий Сизов был на связи со студией. Наша съемочная группа, как уже мы отметили, продолжает работу в Брюсселе. О важных темах встречи министров стран ЕС мы будем рассказывать в течение всего дня. ЕС должен усилить поддержку Украины, так как цели России не изменились. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луменица Адабеску в Брюсселе. Она подчеркнула, что РФ продолжает уничтожать украинскую критическую инфраструктуру, в том числе и энергосистему. Поэтому партнеры должны помочь Украине подготовиться к зиме, а также увеличить военную помощь для более эффективной борьбы с российской агрессией. Российские стратегические цели в отношении Украины остались неизменными. Удары по гражданской инфраструктуре – это так называемая норма для Москвы. Мы должны разблокировать Европейский фонд мира и миссию военной помощи Украине, чтобы лучше обеспечивать потребности украинской армии. Также мы должны продолжить усиливать международную изоляцию России, в том числе принятием нового санкционного режима в отношении РФ. Тему встречи в Брюсселе, а также европейскую поддержку Украины продолжен обсуждать с гостем. С нами на связи Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вот ускорение военной помощи Киеву, как мы уже отметили, один из главных вопросов украинской повестки дня сегодня в Бельгии. Перед началом заседания глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что многие страны Евросоюза не выполняют своих обязательств по своевременному предоставлению Украине обещанного вооружения. И это усложняет ситуацию на фронте. Вот по вашему мнению, почему процесс замедлился и с помощью каких механизмов можно решить эту проблему? Ну, во-первых, мы видим, что не происходят настолько часто координационные встречи, например, в формате Рамштайн. Вот мы знаем, что вот новая встреча, она уже анонсирована в начале сентября месяца, но, тем не менее, считается, что, скорее всего, она будет последней до президентских выборов в Соединенных Штатах. Также, конечно, мы всегда видим, что после принятия политического решения прикладная реализация решения может растягиваться на долгие месяцы, что непозволительно в нынешней ситуации, особенно когда это касается непосредственно артиллерийских боеприпасов, когда это касается противовоздушной обороны. То есть то, что сейчас находится прямо на острие защиты от российского агрессора. Мы помним заявление и президента Зеленского, когда он говорил, что Украина собрала 14 новых бригад, но лишь три из них на тот момент имели вооружение от западных партнеров. И ситуация-то на самом деле не улучшилась кардинально с того момента. Это как раз говорит о том, что мы должны более мощно посылать сигналы нашим партнерам, что ситуация требует более активной роли и партнеров, и в общем координации действий для отбития дальнейшей агрессии. Российская Федерация прямо заявила, что она не заинтересована в переговорах сейчас. И это звучит прямо от Путина, это звучит от Медведева, Ушакова, Пескова и ряда других их топ-чиновников. И это как раз говорит о том, что сигнал для стран Запада дан абсолютно однозначный. Если Россия не садится за стол переговоров, значит необходимо усиливать военную поддержку Украине. А мы лишь читаем постоянно в западных медиа разные заявления о Третьей мировой войне, о каких-то нюансах, что помощь может где-то там еще больше затормозиться и так далее. Надо воспринимать, что это в том числе может быть элементами и российской пропаганды, для того, чтобы разорвать вот эту мощную связь между нами и партнерами. Ведь так и действует сегодня кремлевский режим. Когда он понимает, что его усилия подходят к определенному потолку, он просто пытается сбить те возможности, которые мы можем получить от сотрудничества Украины с десятками наших друзей, которые помогают отбивать российскую агрессию. Игорь, знаете, вот что интересно в контексте ваших слов о влиянии России на другие страны. Встреча министров ЕС, она ведь прошла в Брюсселе, а не в столице председательствующей Венгрии. Вот как объяснил Жозеп Боррель, из-за того, что позиция Будапешта прямо противоречит общей внешней политике Европейского Союза. И председатель Совета решил провести заседание именно в Бельгии. На ваш взгляд, как сильно Венгрия дестабилизирует ситуацию и блокирует поддержку Украины сейчас? Мы уже слышали, например, статистику от наших балтийских друзей, что Венгрия срывает либо тормозит более 40% решений, которые непосредственно связаны с помощью Украине, либо противодействуют российскому агрессору с точки зрения введения санкций. И мы видим, что эта работа, в принципе, со стороны Будапешта, она продолжается. И тот плевок со стороны Орбана в Европейский Союз, который был сделан в рамках так называемого вот этого мирного турне, которое он там любил называть там Peace Mission 1-0, 2-0 там и аж до Трампа там 5-0. Мы же, по сути, видели, что это использовалось непосредственно и российским агрессорам для того, чтобы показать отсутствие сплоченности внутри самого ЕС по вопросу поддержки Украины. И на самом деле Орбан сыграл как троянский конь в этой работе. Но, опять-таки, если бы Венгрия не главенствовала в Совете ЕС в данный период, возможно, такого бы серьезного репутационного удара и не было. Но мы видим ряд стран вообще отказались участвовать в неформальных встречах, если, соответственно, там главенствует Венгрия. И поэтому, я думаю, встреча была, соответственно, перенесена в Брюссель, как сказал господин Боррель, в Брюссель домой. Так он и сказал, действительно. Активно в Европе, а также в Соединенных Штатах сейчас обсуждают разрешение на удары ВСУ по военным целям в тылу России. Как считают многие эксперты, вот такие удары имеют решающее значение для ослабления военного потенциала Российской Федерации. Насколько Украина продвинулась в этом вопросе, как вы считаете? Исходя из реакции сейчас и российской пропаганды, ихних лоббистов, адвокатов в разных частях мира, очевидно, что мы находимся уже в пяти минутах, а может уже и ближе, условно, конечно говоря, от необходимого решения по вопросу предоставления разрешения бить дальнобойным вооружением по российским тылам непосредственно на их международно признанной территории. Да, сейчас все чаще звучат тезисы со стороны российской пропаганды, что то или иное вооружение может же прямо бить по Москве, может же, и мы слышим это Иисус Скобеева и других их пропагандистов. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы создать очередную фобию, очередной страх, что якобы Украина будет, самое первое, что она будет делать, это атаковать Кремль. Нет, Украина имеет сотни целей, которые могут быть поражены, например, теми же ракетами-атаком с фугасного типа на 300 километров. Мы имеем не меньше целей, для которых может быть поражены ракетами JASM на 370 километров, которые можно запускать с F-16. Но опять-таки уже традиционные для нас виды вооружения, такие как Storm Shadow, как Scalp, которые мы, к сожалению, пока не можем запускать из-за позиций Соединенных Штатов. Но опять-таки, если Соединенные Штаты так держатся за свои запчасти, компоненты, которые в этих ракетах, почему мы не слышим сейчас официального запрета со стороны Соединенных Штатов использовать свои же компоненты в российских ракетах, в российских шахетах, которые атакуют непосредственно территорию Украины? Такого запрета, таких красных линий мы почему-то не слышим. И это говорит о том, что все-таки наши партнеры должны осознавать реальность и все-таки необходимость предоставления нам разрешения на тот запрос, который делает сегодня и официальный Киев, и силы обороны Украины. Игорь, вот еще присоединение Украины к НАТО и евроинтеграцию страны хочется с вами обсудить. Мы понимаем, что существует еще ряд преград на пути, в частности, на пути в Альянс. На ваш взгляд, какие из помех, какие трудности сейчас наиболее очевидны и что должен сделать Киев? Касательно ЕС, в принципе, мы идем по графику, как и планировали, несмотря на председательство Венгрии сейчас во втором полугодии этого года. Касательно НАТО, опять-таки, нам не хватает единства внутри Альянса касательно будущего Украины в Альянсе. Есть такие игроки, которые так исторически выступают против этого, как, например, Словакия, как Венгрия, но есть и позиция Соединенных Штатов, Германии, и мы должны показать, что все-таки Украина усилит НАТО изнутри. И сейчас мы видим ситуацию, когда вот фактически один и тот же кейс, когда российский беспилотник, российский шахет залетает на территорию страны-члена Альянса в Польшу на 25 километров, висит в воздухе более получаса, а то еще больше, его не сбивают, и он куда-то исчезает. В то же время шахет залетает на территорию дружественной России Беларуси, и там почему-то истребитель белорусских воздушных сил уничтожает беспилотник, который, казалось бы, отправлен партнером и союзником по ОДКБ. Это как раз показывает, что сейчас НАТО на самом деле не хватает проактивной позиции. И даже на таких сейчас примерах мы видим, что такую проактивную позицию мы можем стимулировать, мы можем показать, что нужно действовать на опережение, для того, чтобы организовать превентивные меры защиты, чтобы агрессия не распространялась, и чтобы действительно безопасность была полноценная и всеобъемлющая. Поэтому я думаю, что будущее Украины в Альянсе, оно все-таки будет, но тем не менее, хотелось бы видеть единство непосредственно внутри этого блока. Игорь, спасибо большое за этот детальный анализ. Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии, был с нами на связи. Я же хочу отметить, что мы продолжаем следить за событиями в Брюсселе, где министры иностранных дел сегодня в том числе обсуждают и предоставление военной поддержки Украине. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. И до встречи в 21.00. Именно тогда в эфире в канала Freedom следующий выпуск проекта «Наше время». Субтитры создавал DimaTorzok